Сегодня это уже архивные кадры строительства первой среднемощной гидроэлектростанции в Беларуси. Год 2008. Но проект ГЭС на Немане и сейчас называют уникальным. Здесь оттачивали мастерство и приобретали опыт белорусские строители, инженеры, проектировщики и, естественно, энергетики. Возвести подобный объект возобновляемого источника энергии ранее не осмеливался никто. Но вместе мы это сделали. Мы работали под водой практически. Неман тек над нами, а мы работали внизу. Конечно, самый сложный момент был. Начало – это фундамент объекта, это подготовительный период. Отчасти именно благодаря Гродненской ГЭС строительство гидроэлектростанции в Витебской области и даже атомной станции в Островце продвигается гораздо быстрее. Дает о себе знать опыт инженеров и подрядчиков. А показатели, которых достигли в своей работе энергетики, измеряются не иначе, чем в миллионах. Объем воды, который сконцентрирован в водохранилище, это порядка 50 миллионов метров кубических воды. То есть это огромное количество запасенной воды, которая сдерживает гидроэлектростанции. Гидроэлектростанция круглосуточно вырабатывает десятки мегаватт, начиная с 2012 года запуска. В отчетах энергетиков существует даже цифра общей выработки. Так вот, за три года Неман принес в наши квартиры и на предприятия почти 245 миллионов киловатт-часов. Это та самая возобновляемая чистая энергетика, которая сэкономила республиканскому бюджету миллионы долларов при импорте газа. Если выражать в газовом эквиваленте, это 58 миллионов метров кубических газов. Объема электроэнергии, производимой на Гродненской ГЭС, может обеспечить такой вот район, как Щучинский, вот, допустим, небольшой район Гродненской области вместе с промышленностью, ну и с бытовым сектором. Также, как бы, объема выработанного электроэнергии на Гродненской ГЭС, ну, в принципе, достаточно для бытового потребления в городе Гродно. Работу по превращению воды из Немана в электричество выполняет современное оборудование, которое вместе монтировали белорусские и чешские специалисты. ГЭС по структуре больше напоминает айсберг. Только небольшая ее часть находится над поверхностью. Основные узлы и механизмы устроены ниже уровня воды. Даже главный щит управления, откуда регулируется вся работа станции, под несколькими метрами Немана. Так что операторы каждый день спускаются сюда, словно в подлодку. С этого пульта мы полностью управляем турбинами, включаем, запускаем, отключаем турбины. Ну и, естественно, следим за оборудованием во время работы. И не только во время работы, и во время нахождения турбины в готовности, то есть в резерве. Экономическая эффективность ГЭС зависит не только от производимой энергии. Проектировщики постарались создать действительно редкий образец безопасности и окупаемости. Дело в том, что срок эксплуатации этого сооружения – век. Срок службы оборудования, он уже меньше – 50 лет. То есть через 50 лет возможно поменять оборудование на современное, затратить уже меньшее количество денег, это порядка 20% от самого объекта, и получить новый высокотехнологичный объект. Создать объект со столетней гарантией и было самым сложным. Для этого строителям пришлось пойти против природы самого Немана. То, что мы впервые за все существование Гродненщины, реки Неман, мы его повернули в другое русло, чтобы оно работало на людей, конечно, река очень сильно сопротивляла. Однако еще до запуска Гродненской ГЭС эксперты увидели не только чистую энергетику. Проект сейчас открывает свой туристический потенциал. На водохранилище площадью в 20 квадратных километров, которое образовалось перед плотиной гидроэлектростанции, сейчас разрабатывают генплан инфраструктурного развития. При эффективном сотрудничестве исполнительной власти и частного бизнеса это станет уникальной территорией для отдыха. Причем и на воде, и на земле, и даже в воздухе. Чем больше будет развиваться услуг, тем больше где-то будут приезжать. У меня есть комплекс услуг, когда люди приезжают и их получают. Это начиная от прогулок на катерах и на водных лыжах, и заканчивая картингами на местах, то сделаются небольшие площадки для картинга, или полеты на воздушных шарах, или полеты на парапланах. Гродненская ГЭС, как пример альтернативной энергетики, уже сегодня позволяет экспертам говорить о росте эффективности энергетической безопасности страны. ГЭС на Немане стала первой гидроэлектростанцией средней мощности в Беларуси, которая способна не просто вывести ее энергосистему на новый уровень, но и продемонстрировать реальные преимущества чистых киловатт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова